Он, правда, предполагался Кудяково-Московского, около СИЗО. Там люди в основном шли пытки. О памятнике жертвам репрессий заговорили сразу после распада Советского Союза. Проект разработали в конце 90-х. С тех пор Стелла так и осталась на бумаге. Женщина с ребенком бьется к мужу, которого посадили без права переписки. И вот мужчина, который закован в цепи. Первоначально площадку под памятник власти выделили около следственного изолятора. Но мест общественников не устроило. Театральная площадь – вот их цель. Нам нужно только проходимое, только центральное место, потому что столько народа уничтожено. И это должны знать и видеть каждый, тем более подрастающее поколение. Где заложили первый камень памятника, сегодня мало кто узнает. Ольга Алимова, один из лидеров местных коммунистов, помнит церемонию закладки. Но рада, что мемориал так и не появился. Говорит, центр города и так перегружен памятниками. Все, что случилось и было, допустим, не совсем хорошей страницей истории, но она есть. Просто нужно о ней помнить и прекратить уже закладывать эти все камни. Настоящую войну за Стеллу развернули правозащитники. В интернете дали старт голосованию. Каждый желающий может оставить свою подпись. Памятник, если он будет установлен, он обращается к очень важной и принципиальной вехе истории нашего общества. Когда, прикрываясь высокими, казалось бы, целями, творилось зло в отношении рядовых граждан, рядовых жителей. Вообще в Саратове памятник жертвам репрессий есть. Он находится на Воскресенском кладбище. Возле этой Стеллы каждый год собираются родственники тех, кто погиб в сталинских лагерях. Эти люди уверены, городу нужен новый, более внушительный памятник в центральной его части, чтобы история уж точно не повторилась. Михаил Терентьев, Александр Кравченко, Алексей Барыбин. Новости Телеобъектив. Продолжение следует...